Что это за штука? Эту штуку я сделал для того, чтобы... Вот представьте себе, человек ностальгия Он хочет проиграть игры, которые он играл в детстве но нету под рукой журналов техник и молодежных Или, например, у нас было очень много библиотек программ, которые написаны для модулей, которые подключались сюда, называется блок расширения памяти, типа BRF Куда он подключался? Он подключается, блок BRF подключался в этот разъем А этот разъем технологический и не было ни одного устройства, которое мы подключались То есть все люди, которые покупали калькулятор, думали, а что это за разъем такое? И ни разу не было ни одного устройства Я сделал устройство, которое подключается к калькулятору Он анализирует кольцо шумно-данным В кольце находится память программ, регистра и служебная информация И выводит на экранчик Например, можно посмотреть какие регистры памяти Вот я программу запустил И он уже пытается вычислить число памяти Те же самые числа, которые мы видим на экране здесь, мы видим на этом маленьком индикаторе тоже Да, здесь можно выбрать регистр, который мы хотим посмотреть Можем нажать на гноточку посмотреть, что есть библиотека В библиотеке есть игровые программы, мунолеты подлетаемая станция, атмосфера Ну, например, раз мунолет загрузили и можно уже начать играть То есть выходит все программирование и видно, что программа набрана можно прямо говорить журнальчик Программа это то, что сейчас мы видим на экране? Да Это вот номер шага и три последних байка Нажимаем сейчас вправо, вправо, вправо подлево соблюдаем за кодами, которые находятся в программе Коды инструкции соответствуют клавишам, которые мы нажимаем когда программируем Да Вот например, если мы нажмем кнопку 2 вот код 0 2 Ну и так далее Любые программы Здесь можно сохранять программы в памяти пользователей сохранять регистры ну такие чисто для исследования калькулятора потому что сейчас уже практического применения к калькулятору очень мало но если вдруг вы пользуетесь таким-нибудь справочником математическим в котором есть уже готовые программы то можно один раз программу набрать заправить постоянную память и она будет уже в практическом включения питания плюс можно чисто для энтузиазма через USB разъем запустить программу на компьютере и поизучать уже более глобально и кольцо шимоданных и программы поэкспериментировать с регистрами ну в общем делать довольно много функций это просто такая небольшая поделка которая позволяет изучить калькулятор и так с ним поработать Расскажи поподробнее что значит кольцо шимоданных это похоже на шимоданных в этом калькуляторе шимоданных последовательно обычно в компьютерах все параллельно идет а здесь одновидная шина и все это заведено в кольцо в кольцо содержит 105 шагов программы столько же 105 шагов только уже на регистре памяти и плюс такая доступная информация например еще дополнительно 8 регистров которые никогда не использовались и синхронизирующие посылки это называется кольцо то есть каждый контакт микропроцессора у него вот они идет счетчик он ищет под клетки под клетку находит подбрасывает счетчик и начинает считать когда нужный регистр приходит он начинает его обрабатывать это последователь машина калькулятор находится три микропроцессора одинаково отличаются только прошивкой каждый микропроцессор выполняет главный микропроцессор который организует это кольцо пускает на него синхронетку и смотрит копирует кнопки нажали режим программирования второй процессор он воспринимает там есть специальный байтик под команды если главный микропроцессор ему послёт например код 12 то вторая микросхема процессора пока код 12 6500 он подумает а это кнопочка умножить и выполняет функция математическая а третий процессор он выполняет еще другие функции которые не выполняют второй процессор это логическая операция максимальное число отдача случайных чисел то есть можно сказать что каждый процессор выполняет свою функцию а данные точно что не имеют циркулирует одним кольцом там каждый процессор один ведущий два ведома а моя плата находится точно так же сидит на кольце воспринимает команды и может сама внедряться в эту шину записывать два счета она видит все данные решения уделяются маркеры все это определяет выводит на экран можно сохранить можно считать можно отправиться в компьютер по USB вот такая можно сказать что сим адреса таковой просто нет там есть внутренний счетчик команды которые знают какую позицию в кольце и на основании этой позиции он смотрит что там в кольце это решало сделать когда приходит код команду то микропроцессор второй ведомый сбрасывает эту сушину он вычисляет функции сбрасывает код операции который он принял и выдает в регистр новое число которое он уже сформировал сам если вдруг процессор не выставит ответ то через какое-то время ведущий процессор он гасит индикатор и таким образом ведомый чип если видеть что он вычислили арксилуса числа 2 он ошибки не ставит он просто не выдает команду ответа и тогда первый чип через какое-то время просто бросает ответ ответ с ответ это поэтому бывают большие паузы и он не дожидает по сетке это может показать какой-нибудь интересный сетке и сетке сетке маленький индикатор показывает другой а маленький индикатор показывает что у вас регистр нить находится один степень он на самом деле продолжает щекать просто не может это показать да он просто сходит с ума крыши когда он видит непонятные числа если мы продолжим опять производить квадрат то произойдет какие-то другие числа и они будут по-разному бывает там даже такая ситуация например порядок 450 что окончательно присносит и индикация граждан и появляется такое название цена то есть это глубина океана какое-то морское число это по вам терминологии технику молодежи за 85 86 87 и так далее там клуб электронных игр все это очень хорошо описано писатель Михаил Кухов прописал в целой серии фантастических рассказов полет с лунной на землю на корабле можно все это посмотреть попробовать поиграть можете сами программы увести и посмотреть как увлекались школьники в 80-х годах когда не было компьютеров работали очень интересно спасибо 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 спасибо